14 команд со всех уголков России снова собрались в Сочи. Несмотря на дружелюбную атмосферу, эти люди уже скоро станут соперниками. Спортивные баталии пройдут на городских стадионах. Фестиваль «Пара-арт» уже давно завоевал сердца людей с ограниченными возможностями здоровья. С каждым годом количество участников увеличивается. Это мероприятие позволяет и отдохнуть, и еще раз увидеться и познакомиться с достопримечательностями города Сочи. И, конечно, еще раз показать нам, что город – это безбарьерный город, который позволяет и дает возможность для всех людей, которые имеют какие-то ограниченные возможности здоровья, свободно перемещаться в этом городе и свободно проживать. То, что Сочи – пример безбарьерной среды в России, ни для кого не секрет. И этот фестиваль – не только яркое событие для людей с ограниченными возможностями, но и площадка, где можно обменяться опытом и совместно решить насущные проблемы инвалидов. Но самое главное, что именно здесь люди с ограниченными возможностями могут показать свои способности и таланты. Пара-арт включает в себя и культурную программу, поэтому приветствовали участников фестиваля сочинские творческие коллективы. Десять дней участникам фестиваля, будучи им заняться в рамках спортивной программы, атлеты поборются за медали в стритболе, дартсе, настольном теннисе, бочи и легкой атлетике. А творческий конкурс включает в себя вокально-инструментальное исполнение, танцы на колясках, авторское чтение и театральную постановку. Уже четвертый год сочинцы выставляют свою команду и каждый раз становятся лидерами во многих дисциплинах. К предстоящим соревнованиям они уже готовы. Наша команда, в числе лидеров, у них есть и первое место, и второе место, и третье место. То есть вы в числе лидеров. На этот фестиваль у нас добавилось еще несколько человек. Мы планируем снова подтвердить звание чемпиона. Также в рамках фестиваля Парар для участников проведут несколько мастер-классов. Запланированная экскурсия по Олимпийскому парку, а финальным подарком станет поездка на шоу Илья Вербуха «Огни большого города». Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.